Увеличение количества ядер и потоков процессора – это один из способов увеличить производительность игры или иного другого приложения. Другими словами, ускорить выполняемые операции раскидыванием разных частей кода на разные потоки CPU. Это требует от программиста дополнительных усилий в оптимизации кода для нескольких потоков. Автор ютуб-канала Самопал ПК в своем ролике про сложность написания многопоточного кода сравнивает, как выглядит код, написанный под один поток и под многопоток. Цитата из видео. Теперь вы видите, почему делать игры, да и вообще любые хай-перформанс программы так трудно. В этом видео я порядусь по играм разных эпох, от 60-х, 90-х и до сегодняшних дней. Посмотрим, сколько потоков используют древние игры, узнаем, как выпуск все более многопоточных процессов влияет на игры и разгоним i5-12400F до 6 ГГц. Вы на канале Басмен, а я начинаю. Семь лет до высадки первого человека на Луну. В 1962 году исследователи из MIT собрали проект для пробуждения интереса к компьютерам. У компьютера был дисплей, на котором мы могли делать разные интересные вещи. Так что мы начали думать, что же можно сделать такого интересного. Мы решили, что вероятно всего, мы могли бы сделать двухмерную симуляцию маневрирования. И пришли к очевидному выводу, что этими объектами будут космические корабли. Стив Рассел, 1972 год. Space War, как ее стали называть, считается первой компьютерной игрой. Два космических корабля, управляемых игроками, сражаются на фоне звезд. Этот проект был важен ученым, чтобы продемонстрировать, какую физическую симуляцию способно обеспечить железо. Игра запускалась на компьютере PDP-1. В электронных компонентах PDP-1 используются обычные дискретные транзисторы, диоды и резисторы. Количество транзисторов около 2700 штук. PDP-1 из себя представлял почти двухметровый 730-килограммовый шкаф с монитором и другими периферийными устройствами. Это далеко от компактных компьютеров на кремниевых процессорах. По факту, все игры 60-х, 70-х годов из себя представляют аркады с черным фоном и простыми графическими элементами, работающие на аркадных автоматах, либо первых консолях. Первым процессором x86-й архитектуры был Intel 8086, представленный в 78-м году. 86-й был 16-битным процессором и послужил основой для архитектуры x86. В 80-х архитектура x86 продолжала развиваться и усовершенствоваться. Были выпущены преемники классического 86-го процессора. 286-й, 386-й и 486-й. Конкурирующие производители для гига КМД также вышли на рынок x86-х процессоров, способствуя доминированию этой архитектуры в индустрии ПК. С 78-го по 89-й год количество транзисторов выросло в 41 раз. К сравнению, с 2012-го по 2023-й год этот показатель вырос в 30 раз. Вот несколько значимых ПК-игр из 80-х, которые так или иначе вынесли свой вклад. Вот я и подобрался к играм эпохи 90-х, время когда 3D-игры начали сильно эволюционировать и выбиваться в массы. Не стояли в стороне и процессоры. Intel в 93-м году выпустила легендарную серию процессоров Pentium. В дальнейшем вышли процессоры Pentium 2, Pentium 3. Все вышеупомянутые игры были заточены под одно ядро. Поэтому в те годы при покупке протцов особенно обращали внимание на частоту протцов. Думаю, это идеальный момент закончить мое нереально длинное вступление и погрузиться в тесты игр. Тестировал все игры на процессоре i5-12400F с выключенной технологией гиперпоточности. Ядра отключал не для всей системы, а для конкретной игры через диспетчер задач. В Half-Life разница между одним потоком и двумя – 11%. Дальнейшее увеличение потоков увеличивает FPS всего на долю процента. У вас, наверное, сейчас вопрос. Если Half-Life однопоточный, то почему увеличение количества потоков увеличивает FPS? В этом разобраться нам поможет программа Process Explorer. Эта программа умеет залезать внутрь процесса и показывать, сколько потоков задействует игра. Чем параметр CPU выше, тем больше ресурсов процессора использует конкретный игровой поток. Мы видим, что помимо основного потока есть незначительный второй. И уж очень незначительные остальные. Поэтому мы и наблюдаем увеличение FPS, так как вместо того, чтобы последовательно обрабатывать все задачи одни за другим, они выполняются параллельно на нескольких потоках. Таким образом уменьшается время на их выполнение и вырастает FPS. И еще важно помнить одно правило. Один поток игры может одновременно обрабатываться одним потоком процессора. То есть игра не может сама разделить части кода по потокам и увеличить скорость их выполнения. Потому что программисты разделяют части кода, а не игра. В 90-х и начале нулевых код игры писался, просто не задумываясь о разделении разных задач игры на потоке. Не было необходимости. Процессоры одноядерные. Да и вспомните, насколько сложнее выглядит код, который написан под многопоток. Возьмем другой пример игры из 90-х. Первый Tomb Raider. Игра из стима запускается через эмулятор DOSBOX. Абсолютно та же самая картина. Один основной поток и иногда задействуется второй поток. А несколько других потоков чисто на подсосе. Вообще мне кажется, что некоторые из этих потоков ответственны за работу эмулятора. Можно уходить из эры 90-х и переходить к играм нулевых. Deus Ex 2000 года выпуска. Долбит одно ядро. И как предыдущие примеры, иногда на помощь приходит несколько вспомогательных потоков. Первый Hitman. Абсолютно одноядерный. Загрузка второстепенных потоков выше 0,01 не поднималась. И такая тенденция продолжается во всех играх ранних нулевых годов. Та же самая GTA 3 или Первая Мафия. Хотя в Первой Мафии второй поток сильнее задействуется, чем в других играх начала нулевых. Тут уже видно, что игры понемногу начинают оптимизировать под многопоток. В 2000 году Intel выпускает линейку процессоров Pentium 4. За цикл жизни Pentium 4 уменьшил техпроцесс со 180 вплоть до 90 нанометров. И, конечно, помимо снижения техпроцесса, поднимала частоту с начальных 1,5 ГГц и до 3 ГГц. А через 3 года Intel выпускает линейку процессоров Pentium 4 Hyperthreading, которая подняла частоту до 3,8 ГГц и внедрила технологию многопоточности. В те времена у AMD тоже были довольно хорошие процы. Athlon 64, которые не только конкурировали с процессорами Pentium 4, но и были мощнее на более низких частотах. Игровой движок Source. Воистину легендарный движок. Valve понимали, что процессоры уходят в многопоточность, поэтому уже в 2004 году выпустили первую игру на своем новом движке. Counter-Strike Source вышла 1 ноября 2004 года, за 16 дней до выхода Half-Life 2. Движок мог полноценно использовать до двух потоков процессора. В последующих версиях движка эта цифра поднялась вплоть до 4. Оптимизация по потокам может выглядеть примерно так. Пока на одном потоке происходят вызовы отрисовки, на другом может просчитываться всякие геймплейные моменты, такие как разброс, урон, физика объектов, звуки и так далее. Все упирается в поставленную задачу. Сначала нужно понять, есть ли проблема с производительностью, и только тогда заниматься оптимизацией. Ведь если программа работает стабильно, и нет жалоб от тестировщиков и конечных потребителей, то нет смысла оптимизировать и так хорошо работающий код. Это только увеличивает затраты и время на разработку. В середине нулевых продолжалась двухпотоковая тенденция. В 2005 году вышедшие первые настоящие двухъядерные процессоры Pentium D закрепили тенденцию двухпотоков. А процессоры линейки Core 2 Duo, выходившие с 2006 по 2008 года, по-настоящему продвигали в массы двухпотоковые процы. Они были хорошей мотивацией, чтобы наконец-то обновиться со старых Pentium 4 на настоящие двухъядерники. Также процы Core 2 Duo увеличили количество выполняемых операций за такт по сравнению с Pentium 4. Благодаря этому снизили частоты и выросла производительность. Скорее всего, большинство моих зрителей, моего возраста, впервые поиграли в ПК-игры на каком-то Core 2 Duo. С этого момента появляется очень важный график. Это график моей личной разработки на основании данных Стима с конца 2008 года и до сегодняшних дней. График показывает, какое количество ядер было наиболее распространенное в определенный промежуток времени. Мои слова о том, что одноядерники в 2008 году начали умирать, подтверждаются графиком. Еще на графике виден рост четырех ядерников, о которых дальше пойдет речь. Core 2 Duo Extreme QX 6700 По факту, это два Core 2 Duo, размещенные на одной подложке. Чтобы вы понимали, этот четырехъядерник из 2006 года четвертый Battlefield в 40 фп стащит. Игры, выпущенные в 2007 году, уже могли хоть не сильно, но загрузить 4 потока. В 2007-2009 годах вышли доступные четырехъядерники для народа. Core 2 Quad были более усовершенствованные модели Core 2 Extreme, но все еще были два Core 2 Duo на одной подложке. В 2008 году вышла очень важная игра, которая положила на пол абсолютно все проциты того времени. Я про GTA 4. На Core 2 Duo фпс вплоть до 17 дропается. Core 2 Quad держит планку в районе 26. Четверка спокойно может загрузить 4 потока. В некоторых локациях игры даже 6 потоков долбятся в сотку, а общее количество игровых потоков переваливает за 16. Только вот игра настолько нестабильна, что хоть я нахожусь в загруженной локации, но активно используются только два потока процессора. Вот такое чудо Rockstar выпустили в 2008 году. Только недавно люди наконец-то смогли поиграть в GTA 4 при стабильных 60 фпс при ультра настройках. Так как однопотоковая производительность выросла современных процов, и эти два активных ядра не кажутся таким уже жестким боттлнеком. Субтитры создавал DimaTorzok Первым восьмипоточным процом считается Core i7-965, который ознаменовал начало серии процессоров Core i. Серия процессоров Intel, которая стала самая успешная за всю историю компании. Новые поколения и модели выходят по сей день, а на момент 2010 года уже существовали модели всех ценовых категорий. i3 имел 2 ядра и 4 потока, i5 имел 4 ядра и 4 потока, ну а i7 имел 4 ядра и 8 потоков. Страшно это осознавать, но такое распределение продолжалось вплоть до седьмого поколения. Я имею ввиду мейнстримовые сокеты 1156, 1155, 1150 и 1151. На сокеты 1366, 2011, 2011-3 и 2066 выходили 6 ядерные, 12 поточные и 8 ядерные, 16 поточные i7. Материнки этих сокетов были дорогие, а братцы еще дороже, поэтому в массы эти сокеты не попали. Только энтузиасты, ну или супермажоры, могли себе позволить такую сборку. По факту эти братцы это перемаркированные зионы. Вот список нестандартных i7 до эпохи восьмого поколения. Можете поставить на паузу, рассмотреть. Что насчет игр. Массово игры по 4 потока и более начали оптимизировать после 2010 года. Первый Dishonored местами может на пару секунд даже 12 потоков задействовать. Конечно, эти потоки мало используют мощности процессора. Основная нагрузка ложится на 3-4 потока. Во время тестирования второй мафии, когда было активно одно ядро, частота процессора поднялась вплоть до 6,5 ГГц. Я более чем уверен, что это просто баг мониторинга. Томбрайдер даже в 2013 году удивляла своим движком, который беспощадно пожирать все потоки, которые ты ему только даешь. Местами игра может задействовать больше 16 потоков и загружает 6 современных ядер почти в сотку. Вторая мафия тоже в большинстве локаций задействует 3-4 потока. В те же самые годы AMD вышла конкурировать с Sintel в сегменте high-end процессоров. В 2010 году выходят 6-ядерные, 6-поточные феномы. В 2011 году – божественные FX-ы. Сама AMD позиционировала FX-ы как настоящие восьмиядерники для народа. Но была одна загвоздка. Восьмипоточные проццы FX состоят из 4-х модулей. На каждом модуле 2 ядра. И каждая пара ядер делит между собой общий кэш, общий сопроцессор и другие компоненты. Проще говоря, при нагрузке на проц на полную силу работает только одно ядро. Второе выступает как логический поток. Исходя из этого, многие программы видят восьмипоточные FX-ы как 4 ядра и 8 потоков. Даже сам Steam FX воспринимает как 4-х ядерник, потому что график восьмиядерников начал расти только с конца 2018 года, после выпуска райзенов. Вернувшись к промежутку 10-х-12-х годов, можно наблюдать самый большой рост 4-х ядерников. Это неудивительно, так как корквады, i7-е, i5-е, FX-ы, атлоны, феномы, все они являются 4-х ядерниками и продавались активно в те времена. Вроде бы всё так хорошо идёт. За три с небольшим года доля 4-х ядерников с 10% поднялась до 46%. И вроде бы тенденция на увеличение количества ядер идёт. Но в период с 2012 по 2017 года на процессорном рынке началась тотальная стагнация. Intel совершенно была не заинтересована в увеличении мощности среднего сегмента процессоров, а AMD курила бамбук и делала процессоры серии А. На первый взгляд, на самом деле велись работы по разработке сокета АМ4 и процессоров Ryzen. Игры этого периода на месте не стояли. В 2015 году нововышедший ПК-порт GTA V, который оказался очень хорошо оптимизирован по сравнению с четвёртой частью, умеет использовать более 10 потоков. Четырёхпоточный i5-е пермаментно в 100% загрузке. Rise of Tomb Raider, Хоть я и не смотрел, сколько там потоков задействуется, но уверен, что не меньше, чем у 2013 года Tomb Raider. Dishondra 2. Не знаю, хороший ли это пример оптимизации, или плохой, но игра местами использует 19 потоков, что загружает в сотку мой i5-ый с выключенной гиперпоточностью. В 2017 году AMD одним ходом ускорила процессорное развитие в разы. Процессоры архитектуры Zen стали доступными многоядерными процессорами, чем Intel в те годы не могла похвастаться. За цену 6-ядерного 12-поточного Ryzen 1600X Intel предлагала 4-ядерный 4-поточный i5-7600K. В играх два процессора были довольно похожи, но вот долбёжка Intel в сотку настораживала. А про рабочие задачи я вообще молчу. По графику видно, что с 2018 года рост 6-и и 8-ми ядерных процов пошёл в гору, а 4-и и 2 ядра полетели вниз. В 2018 году произошёл сильнейший рост многопоточных игр. Shadow of the Tomb Raider даже на сегодняшний день удивляет своим умением использовать более 20 потоков. API DirectX 12 повсеместно начали использовать в новых играх. 12-й Direct более эффективно распределяет ресурсы процессора и лучше оптимизирован под многопоток. 2019 года Jedi Fallen Order хороший пример того, насколько много потоков может использовать Unreal Engine 4. А в Unreal Engine 5 это количество ещё увеличили. В этих играх 4-х поточные i5 задыхались и были виновниками диких фризов. Intel, конечно, руки с лажа не сидела, и i5 получили 6 ядер в 8-м поколении, а уже с 10-го поколения прикрутили гиперпоточность. С этого момента Intel догнала AMD. Вот я и подошёл к 20-м годам. AAA-игры на современных движках массово начали оптимизировать под 16 потоков и более. Есть примеры игр, которым сложно даётся многоядерная работа, но рост одноядерной производительности компенсирует это. Наступила эра новых консолей. В PS5 и Xbox Series установлен 8-ядерный 16-поточный Proz. Неудивительно, что игры под такие параметры и оптимизируют. Во все времена игры создавали и создают первоначально, ориентируясь под железо консолей тех лет. Некоторым разработчикам сложно бывает перенести игру с консоли на ПК. В таком случае игра может потреблять намного больше ресурсов, чем изначально было задумано. Хороший пример – ПК-порт The Last of Us. Эта игра адски много потребляет сил процессора. В моментах подгрузки локации игра использует более 20 потоков. На консолях, скорее всего, такого нет. В 2023 году Valve перенесла КС на движок Source 2. Движок на постоянку оперирует шестью потоками, а моментами проскакивает задействование 16-ти потоков. Четырехпоточный Proz в CS 2 уже страдают. На одних картах еще могут выдать 100 плюс фпс, а на других стараются не упасть ниже 60-ти. Увеличение системных требований мейнстримовых гиберспортивных игр подталкивают геймеров обновить свое железо. Такова правда. Пока тебя насильно не заставляют обновить какую-нибудь часть системы, ты таки будешь сидеть на древнющем проце или ведюхе. Знаю по себе. И это больше хорошо, чем плохо. Ведь обеспеченные люди покупают новое железо, а старое продают за копейки. И люди с еще хуже ПК могут обновиться за недорого. Что нас ждет дальше? На время текущего поколения консолей, примерно до 27-го года, современный восьмиядерный 16-ти поточный Proz будет обеспечивать хорошую производительность в новых играх. Множество будущих ААА тайтлов будут работать на Unreal Engine 5. Уже сейчас, в демо-проектах и онлайн-играх, движок показывает, что способен загрузить 6 ядер и 12 потоков под завязку. И даже равномерно распределить нагрузку по 20 потокам. Не удивляйтесь, если скоро ААИ-3 получат 6 ядер, как когда-то имели ААИ-7. А что будет после выпуска следующего поколения консолей, пока никто не знает. Можно только гадать, в какое направление пойдет индустрия процессоров. Что ж, вот и подошел к концу этот ролик. Создавать его было сложно. Это пока что самая моя большая работа. Пишу этот отрывок сценария ровно 1 января 2024 года в 17.31. Это что получается? С наступившим вас. Понимаю, что меня еще ждет монтаж всего этого чуда. А на этом моменте я буду прощаться. Я впервые хочу вас попросить подписаться и прожать оценку. Я реально хочу поднять свой канал вверх. И новая активная аудитория – это лучшая мотивация дальше развиваться, учиться и делать интересные видосы. Залетайте в комментарии, чтобы подискутировать. А вы были на канале Басмен. Еще раз спасибо за уделенные 20-30 минут. Не знаю, сколько еще будет точно длиться этот видос. Всем хорошего настроения, всем удачи и пока.